Друзья, всем привет! Мы в музее-заповеднике Девногория в Воронежской области. У нас сегодня не простой выезд в поисках исторических мест и приключений. Мы едем на первую встречу клуба владельцев фисташек. Во как! Мы сейчас объезжаем платный участок на трассе М4, едем через село Хлевное. Так вот, что характерно, несмотря на то, что на бесплатке здесь понатыкали лежачих полицейских, понаставили знаков 30 км в час, мы едем всего на 2 минуты дольше. Вот я не понимаю, как у нас проектируются дороги и как вообще рассчитывается, какое количество терминалов нужно ставить. Там пробка, и приходится за свой счет просто стоять в пробке на пункте оплаты. Нас часто спрашивают, как мы развлекаем детей в поездках. А особенно младшие. Да, собственно, и никак. Они все время спят. Мы хоть пока еще и не очень знаменитые блогеры, вернее, совсем не знаменитые, но встреча с подписчиками у нас уже проходит. Нас в Воронеже поймали ребята, подписчики наши, попросили посмотреть, как выглядит живьем наша прицеп-капелька. Надеюсь, в следующий раз, когда мы уже с ними встретимся, они будут счастливые обладатели своей капли, и это будет где-нибудь на фестивале. Нас часто в комментариях под роликами спрашивают, какой средний расход у нашего автомобиля вместе с прицепом. Вот я специально по выезду из Липецка сбросил пробег, мы проехали 100 с лишним километров, и средний расход сейчас 7,7 литра дизельного топлива. Субтитры подогнал «Симон» Наш девиз в автопутешествиях очень простой. В любой непонятной ситуации езжай на автомойку. Пользы от этого никакой, но эстетическое удовольствие вам гарантировано. Друзья, но мимо такого красавца мы просто не могли проехать. На этом самом месте 14 января 1943 года в свой последний бой вступил командир роты танков КВ гвардии старший лейтенант Петр Алексеевич Козлов. Здесь у околицы села и ныне пересекаются две дороги – железная и шоссейная. Начиная с лета 1942 года гитлеровцы стягивали по этим дорогам технику и армейские резервы к реке Дон, пытаясь закрепиться на левом берегу и взять железнодорожный узел Лиски. Поэтому Пухово было отмечено в качестве объекта стратегического значения как на наших, так и на немецких полевых картах. Четыре штурмовых орудия, выдвинутые гитлеровцем вперед у села Пухово, и огонь противотанковой батареи не остановили гвардейцев, ворвавшихся в село двумя танками. Пока одна из машин утюжила траншеи гитлеровцев, командирский танк уничтожил огнем штурмовое орудие и затем протаранил второе, разбив его силой удара. И в этот момент снаряд противотанкового орудия ударил в танк твардей старшего рейтенанта Козлова, подбив машину. К тому времени подожжен был и второй танк, и два экипажа, из которых двое были убиты, а остальные восемь человек ранены, причем четверо из них, как и командир, тяжело, соединились в подбитой машине. И таким образом продержались в осаде гитлеровцев около двух часов, пока на выручку танкистам не пришла пехота. Раненые танкисты вместе со своим командиром были отправлены в госпиталь, где 22 января 1943 года Петр Алексеевич скончался от полученных тяжелых ранений. В наградном листе сказано, гвардейский подвиг его будет служить примером для личного состава полка. Экипажем гвардии старшего лейтенанта Козлова уничтожено. Зотов и блиндажей 3, орудий ПТО 8, штурмовых орудий 2, пулеметов 2 и до 180 солдат и офицеров противника. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Мы чудом на кочках не потеряли номерной знак. Одну из клепок вырвало, на второй он остался висеть. Ну, повезло, повезло. А вот и прибыла самая главная фисташка под номером 001. Друзья, вот так. Вот так вот мы организовали наш лагерь. Это вот наша 21-я фисташка. Марин, помаши рукой. Это первая. Это Егор у нас. Тот великий человек, который придумал всю эту фисташковую историю. Великий. Ну ладно, не скромничай. Настя, супруга его. Это Владимир с сыном. 13-я фисташка. Правильно я сказал, да? Да, да. Ну а мы сейчас собираемся и отправляемся изучать музей-заповедник Дивногория. Вы только посмотрите, какая красота. А говорят, что уже сейчас так не делают, что это все забыто и утрачено. Ничего подобного. Кто соберется ехать в музей-заповедник Дивногории, обратите внимание, что здесь есть разные типы экскурсий. Длительностью полтора-два часа, тридцать-сорок минут. Ну, стоимость, вот вы сейчас сами все видите. А еще здесь можно, рядом с билетной кассой, приобрести сувениры. Я так понимаю, ручной работы. А поскольку экскурсию нам назначили на час дня, самое время подкрепиться мороженым. Марин, сколько сегодня термометр показывает? Мой показывает 23. Ну, просто лето, да. На солнце это вообще просто лето. Это дружа. Лазили. Палочку. Дивногория – это возвышенность, расположенная южнее Воронежа. Недалеко от места слияния рек Тихая Сосна и Дон. В 1988 году здесь был основан заповедник, который является филиалом краеведческого Воронежского музея, а с 91-го года он стал самостоятельной структурой. Его территория включает несколько музейных объектов, которые обязательно стоит посетить. Среди них пещерный храм середины 17 века в Больших Дивах, руины Маяцкой крепости, археологический парк от кочевий городам, стоянка древнего человека, Дивногория 9. Изюминка Дивногория состоит в том, что он объединяет природные, археологические и архитектурные достопримечательности. То есть, посетив заповедник, можно познакомиться с историей Хазарского каганата, зайти в пещерные храмы, увидеть меловые дивы и краснокнижные растения. И это лишь основные моменты. Своё название Дивногория получила в честь меловых столбов – Див, первые письменные упоминания о которых датируются 1389 годом. В то время митрополит Пимен в сопровождении дьяков совершал путешествие, проплывая по Дону. Они увидели меловые столбы, в путевых записках их назвали дивными и сравнили с белыми стогами сена. Миллионы лет назад эта территория была морским дном. Меловые отложения образовывали скалы, спускающиеся амфитеатром. Столбы сформировались под действием природных явлений. Менее плотные меловые слои вымывались, выветривались или высыпались, а более плотные оставались. Когда-то на склоне заповедника насчитывалось от 18 до 22 меловых див. Благодаря высокой концентрации место стали называть «большие дивы». Но до наших дней сохранились лишь четыре из них. При строительстве железной дороги в 1895 году инженеры посчитали аварийными некоторые меловые столбы и взорвали их. Часть див разрушились во время Великой Отечественной войны, потому что по этим землям проходила линия фронта. Шли ожесточенные бои и сбрасывались бомбы. Пещерный храм сицилийской иконы Божией Матери в Больших дивах считается памятником архитектуры XVII века. Но упоминание о нем встречается только в начале XIX века. В Дивногории находится шесть пещерных комплексов, два из них отреставрированы и открыты для посещения в Больших дивах и на территории Дивногорского Свято-Успенского монастыря. До революции храм сицилийской иконы Божией Матери в Больших дивах был действующим, а в 1922 году церковь закрыли. На территории монастыря обустроили дом отдыха, а затем некоторое время существовал санаторий для туберкулезных больных. В советские годы храм оставался заброшенным, его испещерили надписями, правая часть фасада обвалилась. Реставрация прошла по фотографиям, сохраняя историческую достоверность. Храм очистили от мусора, надписи заштукатурили мелом. В 1991 году его заново осветили. Стены храма не покрыты росписями, хотя маннахи предпринимали попытки нанести рисунки на стены, но высокая влажность препятствовала их сохранности. Первые письменные упоминания об этом комплексе датируются 1831 годом. В это время состоялось обретение чудотворной сицилийской иконы Божией Матери. Сейчас в храме хранится список конца 19 века. Оригинал был утерян. Друзья, мы сейчас находимся с вами внутрь мелового столба в храме, который вырублен прямо в горной породе. И здесь раньше проходили богослужения, сейчас, наверное, проходят по праздникам. И здесь жили монахи. Температура где-то порядка около плюс 12 градусов, достаточно прохладная, как в холодильнике. По одной из версий храм был основан в конце 11 или начале 12 века двумя греческими монахами, которые бежали с Сицилии, захваченной норманами. Они проделали длинный путь и оказались на реке Тихая Сосна, где увидели источник, бьющий из меловой скалы. Здесь монахи уснули, а проснувшись, не обнаружили ценную икону, которую забрали с собой из Сицилии. Они стали искать пропажу и нашли ее на вершине меловой скалы, что сочли пред знаменованием и решили основать на этом месте свои кельи, которые со временем разрослись до храмового комплекса. А вот в таких кельях только с одним входом жили когда-то монахи. Эмоционально сильным местом является галерея крестного хода, которая проходит внутри скалы и огибает алтарную часть. Длина мрачного и узкого коридора составляет 95 метров. Строители пещерного комплекса явно были первоклассными инженерами и легко ориентировались в закрытых пространствах. Проложить галерею, которая, огибая алтарь, ни с чем не пересекается, считается сложным делом. К тому же храм имеет два яруса. Второй этаж смещен по вертикали. На него ведут стертые временем и множеством ног ступеней. Здесь расположены хозяйственные помещения, кухни и кельи. Обстановка отличается скромностью и аскетизмом. Сейчас я по лестницам поднимаюсь на самый жир мелового столба. Очень интересно и необычно. Сицилийская икона Божьей Матери считается чудотворной. В середине 19 века она остановила эпидемию чумы. И с тех пор к ней потянулись верующие. Что, Марин, здесь потеплее будет, да? Вообще, как из холодильной камеры прям выходишь куда-то в жизнь, в тепло. Тысячу лет назад Дивногорье было северо-западной окраиной могущественного, занимавшего огромное пространство в Восточной Европе полиэтнического государства – Хазарского Каганата. Своё государство Хазары основали около 650 года и за полвека покорили многочисленные территории. Хазарский Каганат лежал от Северного Кавказа до Северного Донца и Оскола, от Низови Волги до Крыма. Хазары контролировали торговые пути, взимали пошлины за товары, собирали дань со славян, строили пограничные заставы, одной из которых и был Маяцкое городище. Маяцкое городище включало в себя крепость, поселение и гончарные мастерские. До следующей локации нам километр и 300 метров. Но чтобы совсем жизнь не касалась рая, приходится идти с утяжелением. Алис, помаширующий. В поселении проживали аланы и протоболгары. На территории заповедника были обнаружены многочисленные захоронения. Так, например, аланы хоронили в катакомбах, которые играли роль семейных склепов. Женские скелеты были найдены в согнутой позе на правом боку, мужские же, на спине вытянутыми, установили, что существовал обряд загробных жен, когда вместе с мужем на тот свет отправлялась молодая девушка. На территории археологического парка воссозданы полуземлянки и юрты, в которых когда-то жили аланы и протоболгары. В полуземлянках земляные уступы играли роль лежанок. В центре, в редких случаях, археологи находили печки, которые характерны для славян, что говорит о тесных связях с соседним государством. Иногда в середине жилища располагался очаг. Посещение археологического парка дает возможность познакомиться с бытом и привычками местного населения прошлых веков. Экскурсия проходит в игровой и интерактивной форме и будет интересна как взрослым, так и детям. Ну а после замечательной экскурсии в такой прекрасный, теплый, весенний, майский вечер самое оно пойти с детьми на рыбалку. Ну а если рыбу наловим, то надо подумать, или уху из нее сварить, или может быть даже лучше ее пожарить. На дворе 2 мая, ночью чуть ли практически не заморозки, а вот наш смельчак уже открыл купальный сезон 20-21. Как вода, Миш? Очень холодная. Я руку, уже ног не чувствую. Давай выходи. Приятно. Рядом с Девногорием протекают две реки. Та, что побольше, Дон. А мелкая называется Тихая сосна. Туда мы и отправились. Любопытный факт. В 1924 году в реке Тихая сосна поймали самую дорогую в мире рыбу. Это была белуга весом 1227 килограмм. В ее брюхе находилось 245 килограмм икры. Сей факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Книгу рекордов Гиннесса. В нашем походном лагере уже незаметно стемнело, но вечер – это время гастрономических удовольствий. Дружная семья фисташководов тестирует новую палатку «Тамбур». Приехали ребята с фисташки номер 007. И вот у них новое приобретение для нового сезона. Друзья, а никого не смущает, что палатка, по-моему, больше, чем сама фисташка? Должно быть один-один. Меньше. Меньше все-таки, да? Она же сейчас склонна. Вы сейчас там намажите. Иди к нам. То, что изначально планировалось как «Тамбур», у нас потихоньку превращается в гараж для фисташки. За встречу, за знакомство. А, Антон присоединился. За сборы, да. Мы очень стремились, но немного заблудились. Вообще, у вас тут очень круто, уютно. И огромные молодцы все, кто приехали. Это пушечный. Поддерживаю. Давайте! Ура! 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 Это больше здесь. Всем приехавшим, хотим вручить маленький папа. Это дентики фирменные. Вы уже второй вечер пьете из этих граненых рюмок фирменных. Спасибо. 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 Ничего себе. Что же там? Что? Вау! Памятная доска. Ой, разделочная доска. Фисташка-трейлер. Подожди. И... Вау! Что это такое? Штоки. Или штоки. Как они называются? Рюмочки из Ташка-трейлер. Фирменные рюмки. Все круто. Бронировано. Спасибо огромное. Очень приятно, ребят. Друзья, доброе утро. Когда путешествуешь со своим автодомом, то утро начинается так же, как и в любом деревенском доме. С походом за водой в колодец. Первые фисташки начинают разъезжаться. Номер 007 уже покидает наш первый общероссийский фестиваль клуба любителей фисташек. Вот и первая фисташка покидает наш базовый лагерь. Остается только фисташка номер 13. Им ехать подальше до Москвы. Они решили задержаться еще на один день. Под вот таким вот ставшим уже этой весной классическим проливным дождем. Не успели мы куда-либо далеко уехать с фисташкой номер один с базового лагеря с нашего. Дороги развезло, размыло. Егор не может выехать. Не знаю, чем это все закончится. Дождь льет, как из ведра. Ну вот и закончился первый слет клуба владельцев фисташек. Было всего 4 экипажа. Но надеюсь, что в следующем году мы сможем повторить это мероприятие уже в большем составе. А я с вами прощаюсь, друзья. Увидимся в новых сериях. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова